те кого я не знаю те кому кто у меня в первый раз поднимите руки кто кто вы кто все эти кто эти люди поделитесь откуда вы узнали почему пришли что хотели бы приветствую внезапно поймал на ютубе рекомендациях увидел видео про повышение вибрации очень откликнулась приветствую тоже стири same story ok калуга далеко до это здесь происходило в святом месте здорово спасибо рад приветствовать здорово правильной формулировки это очень хорошо всегда вот от нее да вот это вот они и я с вами здорово здорово это магия я не знаю понимаешь да обычно только женщина приходит да это прогресс что-то 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 видимо в правильную сторону идет либо у меня либо у планеты что как-то баланс повышается а теперь а теперь практически 50 50 да а вот кто поставщик мужчин я тоже сама без конкретной цели может что-то будет полезно привет это где я там такое это любовь есть такой прозрачный там самый популярный комментарий саша не умирай саша не улетай саша побыть с нами саша слезай спраны переходи на молоко не знаю там да 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 вот ничего вот слез спраны никогда никогда на ней не был вот ну как-то вот она так происходит спасибо что что есть кто у меня был самого начала со мной ну как кроме вас хочу вас жизни происходит расскажите но начало было здесь чистое намерение встреча в декабре если на целостности это в уфе было это не целостность было летом это был год назад да было примерно в эти же даты что происходить что произошло за год как вообще дела тех, кто со мной давно знаком. С вами давно. С нами в Ютюбе. Ну вы же у меня были. В декабре было, да. В Ютюбе уже давно. Один шаг. А, один модуль. Впритык приблизилась к себе. Вот посмотрите. Точно же. Впритык приблизилась к себе. Спасибо. Еще чуть-чуть за веревочку дерните, пожалуйста, кто-нибудь. Потому что шумновато. Чуть-чуть. Да. Окей. Последний шаг. Конечно, речь шла о последнем модуле курса «Революция сознания». Но на самом деле тема как раз-таки сегодняшнего нашего собрания. Собрание. Я собрал всех здесь. Для того, чтобы поговорить о очень странном и очень особенном периоде или даже, скажем так, точке в духовном пути, о которой практически никто не говорит. вот никто не говорит о ней. Все говорят о медитациях, о пробуждениях, о том, что что-то должно прийти, вот оно вот должно нахлынуть, я должна проснуться вдруг и пробудиться, я там должен сделать это, 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 и вот это произойдет. И действительно, очень многое в духовном процессе, и об этом я постоянно рассказываю, очень многое в духовном процессе происходит само, просто когда ты позволяешь, когда ты сдаешься, когда ты доверяешь, когда ты настраиваешься на этот жизненный поток. и мы часто говорим, я в последнее время говорю о таком умении, как жить, просто жить, быть просто настроенным на жизнь. Но это, скажем так, половина процесса. Есть очень интересная точка духовного пути, о которой я не слышал в разумительного, скажем так, информации, которая была бы акцентирована на этом. И мне хотелось сегодня приветствую, поделиться, как раз таки можно заходить. Мне хотелось сегодня как раз таки сфокусировать ваше внимание кое-начем очень необычным. Сейчас наши наши юные слушатели придут. да, замечательно. А может нам есть более мягкие подушечки, нет? Есть? Докиньте сюда прямо, да, две подушечки. Супер, да, да. Можно даже начинить ноги облокотиться. Все, всем удобно? нормально. 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 Супер. как я дошел до жизни такой. Классно. Как тебя зовут? Макар. Я Саша. Супер. Вообще. Мужик растет. Так, Макар, мы тут обсуждаем какие-то вещи. Но ты и так все знаешь, поэтому можешь просто позволить этим людям обсуждать то, что ты и так знаешь. точка на пути, точка на духовном пути, которую я назвал так для себя. Это проявление духовной воли. Очень многие люди приходят ко мне когда особенно они вот узнают всю эту информацию о том, что все само происходит. И вообще многие люди идут в развитие для того, чтобы с ними произошло что-то и они освободились от каких-то страхов, ограничений, проблем. Что-то произошло. Произошло какое-то качественное внутреннее изменение. И это напоминает запрос очень маленького ребенка, который просит, чтобы там мама принесла поесть, попить. И единственный инструмент, который, чтобы достичь желаемого у него есть, это там кричать, плакать, конючить, какие-то еще такие вещи, скажем так, требования, претензии, ожидания. То есть, что-то как-то показать, что ему это надо. И многие взрослые состоявшиеся люди приходят точно так же к психологам, к астрологам, к эзотерикам, разным людям с просьбой сделать с ними что-то, чтобы что-то внутри них поменялось. Потому что есть какая-то иллюзия, что есть какие-то ограничения, барьеры, границы, страхи, стены, которые нужно проломить, которые нужно устранить внутри нас для того, чтобы что-то изменилось. И эти люди ждут, что с ними что-то сделают. Либо бог, либо какой-то посредник, помощник, психолог, кто-то что-то сделает с ними, чтобы у них изменилось их качество жизни, качество самоощущения. И мне кажется, что вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным парадоксом, потому что это та же самая детская позиция. Когда человек взрослеет, он может встать, пойти и налить себе воды. Он может проявить свою волю для того, чтобы получить желаемое. он понимает, что нету никаких барьеров между ним и кувшином с водой. То есть он встал, дал команду своим мышцам, дал команду своей биологической структуре для того, чтобы получить желаемое. Когда речь идет о духовном процессе, то мы сталкиваемся с тем, что большинство людей так и не выросли. Так и не выросли. И они год за годом, год за годом, год за годом ждут изменений извне. И часть этих изменений действительно происходит. Но часть другая этих изменений никак в их жизни не появляется. Они говорят, вот, мне нужна еще одна прокачка, мне нужна еще одна трансформационная сессия, мне нужен еще один регрессивный сеанс, мне нужно еще одно что-то, и тогда-то я наконец-таки освобожусь, и мне будет легко быть открытой к людям, быть, не бояться, не знаю, выступать публично, не злиться и там не нападать на других людей либо в личных отношениях, не не знаю, решиться на какое-то действие, которое я давно хотел, отстоять свою позицию, что-то должно еще у меня кто-то со мной сделать, что-то должно со мной произойти, и тогда я смогу это сделать. Как бы легко станет. Но правда в том, что я ни разу не встречал результата за всю тысячу человек, с которыми я знаком, с личной историей, которых я знаком, я ни разу не встречал результата, что человек, который ждет, что вот еще что-то я в себе подкорректирую, хоть что-то еще в себе изменю, и вот оно пойдет, я ни разу не встречал, чтобы вот оно пошло. Ни разу не встречал человека, который говорил о том, что вот я достигну исцеления, и тогда заживу. Вот я освобожусь от страхов и начну строить отношения. Вот я еще освою какой-то навык, и тогда буду заниматься делом, которое я люблю. Вот это я не встречал. Зато я встречал ситуации, в которых человек 50-60 лет ждет. Ждет. И может казаться, что человек исковывает непреодолимые барьеры и препятствия. Но если мы вскроем черепную коробку, мы увидим, что там нигде великие китайские стены не проложены. То есть там нигде нету выцарапанных ножек каких-то и построенных из железобетонных каких-то материалов, каких-то конструкций, которые бы блокировали прохождение нейронных импульсов электрических, и были бы какие-то блоки, которые нельзя было бы пробить. Все, что мы видим, мы видим чаще всего позицию человека, который просто ждет, потому что он научился делать все, кроме одного. Он не взял свою силу, а не научился проявлять свою духовную волю. И на духовном пути человека всегда есть поддержка. Всегда. Даже если ты родился в тяжелых условиях, в тяжелой семье, у тебя по судьбе будет человек, это забота Бога о нас, забота мира о нас, будет человек, который даст тебе необходимую информацию, необходимую поддержку. Даже если ты попал в очень тяжелую жизненную ситуацию, если ты открыт, у тебя будет возможность получить эту поддержку. За исключением одного момента. За исключением одного момента. И этот момент, который есть в жизни у каждого из вас, и многие перед ним капитулируют. Не в том смысле, когда я говорю о сдаче, как о способе духовной жизни, а капитулируют лапки кверху. Это тот момент, когда Бог думает, что человек наконец-таки созрел для того, чтобы повзрослеть. Для того, чтобы проявить не детскую позицию, как ребенок Бога, а когда человек созрел для того, чтобы стать полноправным сотворцом этой реальности. Когда человек созрел для того, чтобы стать, скажем так, в полный рост, стать взрослым, стать, вырасти из ходунков, вырасти из детских штанишек, и стать зрелым, зрелым, взрослым. И в этот момент мы всегда оказываемся одни. Одни. у нас нет достаточной поддержки, у нас может быть ощущение, что даже мы нигде-то не чувствуем поддержку свыше. В тех моментах и в тех жизненных ситуациях, если мы, когда мы подходим к этому рубежу, когда мы готовы повзрослеть, мы вдруг оказываемся в чистом пространстве один на один с нашим страхом, с нашей границей, с иллюзией, которая нас всегда пугала. И многим из вас знаком такой момент, когда вы остаетесь со своим ограничением, своим страхом один на один. И больше ничто не может вам помочь. Большую часть жизни мы привыкли делать так. Мы с чего-то боимся, мы бежим, просим у родителей поддержки, говорят, нет, все хорошо, попробуй жить. Мы вот как бы живем, живем, пожили, опять увидели, что страшно, опять натулись назад, опять закрылись. И так мы всю жизнь бегаем, потом у нас появляются психологи, консультанты, гуру, эзотерики, всякие люди разные, которые заняты тем, чтобы сказать, попрокачиваемся. Тогда у тебя будет все хорошо. Так проходит лет 50-60, а может быть жизни 100-200, когда в какой-то момент человек не подходит к жизненной ситуации, которая вызывает у него страх, которая вызывает у него панику, которая вызывает у него какое-то сопротивление. И он понимает, что ему бежать больше некуда, что все, он пришел. И в этот самый момент происходит очень интересная ситуация. Мир предлагает ему проявить то, что он никогда не проявлял. Мир предлагает ему сделать то, что он никогда не делал в духовном смысле. Мир предлагает ему перейти от парадигмы мир, бог, родители, кто-нибудь дайте мне, поддержите меня. мир приглашает его перейти в позицию взрослого. Выбери, сотвори, прояви волю, прояви свою духовную волю. История-то про что? История-то про то, что каждый из нас рожден самодостаточным. И мы весь этот последний год говорим о том, что внутри нас есть источник, которого достаточно для прохождения любых жизненных сценариев. И большинство людей это слушают, и они понимают, что да, это окей, это все понятно, я могу опираться на себя до поры до времени. Но когда мы приближаемся к той жизненной ситуации или к тому жизненному контексту, который нас действительно пугает, будь то отношения, будь то реализация, будь то, не знаю, отношения там с родителями, с детьми, с партнером по отношениям, будь то какая-то фобия, которая с нами всю жизнь была. Это как бы всегда в стороне. Но в какой-то момент этот контекст вдруг обнажается, он становится вот просто перед нами. Вот ты его не обойдешь, не объедешь, и жить так, чтобы вот обходить его справа-слева, игнорировать, больше невозможно, не получается. И в этот момент все уходит, и ты остаешься один на один. И больше некуда бежать, и больше нигде не взять никакого такого вот там какой-то вот анестезии не вколоть, чтобы забыться. И, конечно, можно рядом с этим постоять, подумать, но в этот момент жизнь приглашает нас повзрослеть, повзрослеть, повзрослеть. когда мы говорим об источнике внутри нас, то он потенциален. То есть вот стоит табуретка, да, вот там вот, у нее четыре ножки. Я никогда не узнаю, выдержит ли она мой вес, пока не сяду на нее. Я могу просить, позвать кучу профессионалов, которые оценят ее, там разберут по винтику. Я могу ее там визуализировать, что она меня выдержит, я могу медитировать перед ней, я могу знать, что у меня есть табуретка. Но табуретка нужна для того, чтобы сидеть. Точно так же и наш внутренний источник нужен для того, чтобы проявляться, чтобы творить, чтобы на него можно было опереться, чтобы его можно было реализовать. Мы здесь не для того, чтобы быть, мы здесь для того, чтобы реализовываться. Самореализация, проявление нашего естества, самопознание это первый шаг. Мы это все прекрасно умеем. Рефлексия уже больше проблемы, чем благ для большинства людей. Информации столько, что можно захлебнуться в ней и она создает только невроз, потому что все знаем, а ничего не меняется. Реализация. Но для того, чтобы реализоваться как творец, это требует вот этой самой взрослости. Взросление из школьного состояния, когда мы набираем знания, из институтского состояния, где мы пробуем знания в какой-то рекреации, в какой-то безопасном пространстве, тестируем. реализация, проявление того, что есть внутри нас. Возможность опереться, взять эту энергию и сделать из нее что-то, проявить ее. И большинство людей, у них нет этого в карте. Они не понимают, что у них есть достаточно силы, чтобы больше не бегать за поддержкой, чтобы больше не просить устранить их блоки ограничения, что у них есть сила пройти сквозь любую ситуацию не тем, что ты мощный и сильный, а просто потому, что внутри тебя есть что-то, что может двигаться дальше, что может двигаться сквозь. Просто потому, что ты создан для этого. Просто потому, что ты рожден для этого. Потому, что это есть твоя суть. Нет ни одного барьера, который на самом деле, это утверждение, которое вы можете оспорить, вы можете не оспорить, но нет ни одной психологической проблемы, нет ни одного блока, нет ни одной какой-то серьезной травмы. которую нужно было бы прям обязательно решать какими-то благообразными психологическими практиками и техниками. Большинство вещей, все вещи, которые есть человеком, решаются посредством выбора и духовной воли человека. Все остальное это игры вокруг человеческого инфантилизма. это вот у меня там это произошло, вот у меня тогда-то тот-то меня обидел, это вот так, у меня пауков боюсь, поэтому я этого делать не могу, сделайте со мной что-то. И читал забавную заметку, что есть три стадии человека, взросления в понимании психологии. Первая стадия это полное невежество, это когда самая частая психологическая поддержка это ну что ты плачешь, все будет хорошо, просто заткнись и не реви, соберись тряпка. Вторая стадия это когда человек знает о том, что есть психологические защиты, психотравмы, фасилитация, поддержка, экологичное общение, вот эта вся история созависимости, бла-бла-бла, и вот он ходит и лечится, восстанавливается, прокачивается и так далее. А есть третья стадия, это когда тоже соберись тряпкой. Потому что когда человек понимает, что на самом деле, на самом деле, да, есть травмы, да, есть проблемы, да, есть страхи, да, есть что-то, но ты не напрокачиваешься, не исцеляешься. Жить-то когда-то надо, жить-то когда-то И тогда реально тоже ты уже говоришь, соберись с тряпкой, но уже не с тем вот этим невежественным подходом, а с пониманием того, что да, окей, это есть, но есть что-то большее. И это все о чем? Второе утверждение. Есть только один исцеляющий механизм. Есть только один исцеляющий механизм. Есть только одна целительская энергия, которая может действительно решить любую проблему в жизни. Потому что вы же понимаете, что когда вы входите, не знаю, к кому угодно, с просьбой избавиться от фобии, или научиться что-то делать, чего-то не бояться, то просто одна стратегия в голове заменяется на другую стратегию. И это просто одна идея на другую идею. Один навык на другой навык. Все в рамках вашего... Все, одна иллюзия на другую иллюзию. Раньше боялись пауков, теперь не боитесь пауков. Примитивный пример. Теперь пауки, там... Ну, есть всякие разные техники, диссоциации, кинотеатры, перепросмотры и так далее. Это про иллюзии. Но реально, окончательно победить фобию, страх, травму, психологическую проблему может только одно. Знаете, что? Выбор. Выбор. Хорошо. Слово на букву Ж. Жизнь. Жизнь. Иллюзию побеждает только реальность. Смерть побеждает только жизнь. Виртуальная побеждает только реальная. И до тех пор, пока это все идет в виртуальном ключе, пока выбора жить нету, то реально прокачки длятся вечно. Походы к психиатрам длятся вечно. Травмы родительские обсуждаются вечно. До тех пор, пока человек не совершает выбор жить. Выбор проявится. Выбор не находиться в потенциальном состоянии ждущего человека перед этим потоком жизни и ожидающим, что все будет идеально и правильно, и только тогда я в этот поток жизни шагну. А человек, который понимает, что вот он стоит, поток течет, и идеально не получается, он там бурлит, что-то куда-то там завихряется, идеально не будет. Но когда ты прыгнешь туда, то все. Ты соприкоснешься и весь будешь, скажем так, промочен реальной жизнью. И реальность побеждает иллюзию всегда. Единственный способ победить страх – это жизнь. Единственный способ победить какой-то блок или ограничение – это жизнь. Это проживание. Это опыт, полученный в ощущениях, данный в ощущениях. Это то, когда вы понимаете, что а ну его ждать, я туда прыгну и намокну весь. И тогда, будь что будет, потому что так стоять перед жизнью я больше не могу. Я хочу, чтобы вы замечали вот это состояние нежизненности, которое бывает, и которое может съесть целиком нас и полностью, если мы увлечены рассматриванием того, что же на самом деле мешает нам жить. Это называется претензия. Вот пока вот это не будет так, как я хочу, я буду стоять в сторонке и ждать, что что-то изменится в моей жизни, что что-то будет идеально, что-то будет соответствовать моей иллюзии о том, как должны идти вещи. И правда в том, что это инфантильный подход, даже не дед, это инфантильный подход. Потому что реально, реально, идеально никогда не бывает. Потому что идеальность – это смерть, я всегда об этом рассказываю. Вот тельце, из которого ушло в жизнь, оно идеально. Потом оно не шевелится, у него лицо становится симметричным вдруг внезапно, да, все вот-вот оно стало таким вот. Но только в нем жизни нету, в нем жизни нету. И поэтому в жизни никогда не бывает идеального, в жизни никогда не бывает вот этого нарисованного в уме. И поэтому никогда не будет правильного момента, чтобы совершить выбор правильного для ума и начать жить в тех контекстах, где мы боимся. И этот выбор может совершить только человек, который прислушивается к такому понятию, как духовная воля. По сути, есть два типа воли внутри человека. Первая – это воля, которая нас учит с детства. Это воля насилия, воля ума. Это когда ум насилует тело. Ты должен, соберись, заставь себя, превозни моги. Встань и беги, встань и иди, давай, давай, давай. И в какой-то момент, конечно, ум приучается насиловать тело, тело приучается повиноваться, но тело это не любит, и оно, а из этого никогда ничего хорошего не получается. Потому что из насилия никогда ничего хорошего не получается. И эта воля обычно разбивается по жизни, об ощущении пустоты, об ощущении бессмысленности. Да, ей забрасывают какие-то морковки в виде быстрых мотиваций, в виде каких-то там материальных ценностей, в виде чего-то еще, но реально в долгосрочной перспективе насилие никогда не оправдывается. Ни в истории человечества, ни в нашей личной истории. Ни одно насилие долго существовать не может. Ни один режим, основанный на отрицании нужд, скажем так, структуры во имя какой-то большой цели, не оправдывается. Советский Союз рухнул не потому, что там внешние враги были, потому что это насильствующая система, какая она не была бы. Как и любые другие системы. Везде, где есть насилие, система рушится. И насильствующая логика, она, к сожалению, прописана и в школах, и в нашем воспитании, и везде. Принуждение ради идеи, ради идеальности, ради мертвого, ради неживущего. Ребенок, ты должен быть таким, партнер мой по отношениям, ты должен быть таким. Почему? Поэтому ведизм превращается в насилие в нашей культуре. Псевдо-ведизм, да? Ты должен быть. И формируется что? Претензия. Претензия. И это очень страшно. Потому что любовь и претензия не может существовать. Жизни претензия не может существовать. Это не жизнь, это состояние рядом с жизнью. Это невроз. И вот эта насильствующая воля, она терпит крушение всегда. Сейчас, секунду. Но есть второй процесс, который происходит тогда, когда насильствующая воля терпит фиаско, терпит поражение. И я называю этот момент сдачей. Сдача не капитуляция и как слабость, а сдача это осознание бессмысленности, насилия над собой и над жизнью. Осознание иллюзорности контроля, который есть у нашего ума над жизнью, над нашим телом. Мы на самом деле не можем ничего контролировать. Мы можем сотрудничать, управлять, но никогда не контролировать. И когда вы понимаете иллюзорность контроля и претензий, когда вы понимаете, что вы на самом деле не можете управлять ни своим телом, глубинно вы не можете его контролировать. Вы не можете контролировать жизнь, вы не можете точно контролировать другого человека в отношениях. Происходит сдача. Нет, ум пытается. Ум вообще, у него основная функция развязывать войну постоянно. Потому что война это попытка контроля. То есть вы живете неправильно, мы вас сейчас научим. Когда вы понимаете иллюзорность и бесконечность этой войны, которая развязывает ум, вы просто уходите с поля битвы. И тогда высвобождается колоссальное количество энергии. Потому что представьте, сколько неконтролируемых вещей ежедневно вы пытаетесь контролировать. Бесконечное количество. Как должен вести себя ваш партнер по отношениям, как должны вести себя ваши родители, как должны вести себя ваши дети, как должен вести себя ваш босс и не должен вести себя, как должны вести себя вы и не должны вести себя вы. 99% энергии расходуется на то, на иллюзию. Потому что вы на самом деле ничего не можете контролировать. Можете наслаждаться, сотрудничать, но не можете контролировать. Когда вы забираете оттуда силу через капитуляцию, когда военный бюджет вашей сущности наконец-таки изымается из войны и направляется на гуманитарные цели. Если мы возьмем государство, сколько у нас военный бюджет процентов ВВП? 50. 50, да? Правда? Вот капец. Официально 50, да. Вот когда вы изымаете вот эти ресурсы, а у человека еще больше, я думаю, когда вы изымаете эти ресурсы, то у вас открывается пространство для возникновения вот этой самой второй воли, духовной воли. Потому что она начинает работать в расслабленном теле. Я всегда говорю, это для меня самая, наверное, ключевая формулировка этого года, попробуйте ее просто впитать через себя. Через расслабленное тело и сознание течет жизнь. Через расслабленное тело и сознание течет энергия. Через спазмированное тело и сознание, через тело и сознание, нацеленное на войну, на претензию, на спазм, на отрицание, не течет жизнь. Там нет энергии. Там есть только истощенное состояние. И когда человек действительно сдается, постепенно происходит расслабление всей его структуры, сознания, тела. Он понимает, что война бессмысленна, и деньги возвращаются назад. Ресурсы возвращаются назад. Войны возвращаются назад. Домой. И происходит расслабление. Мир устанавливается. Это называется смирение. Смирение. Примирение с реальностью. Устранение войны, устранение спазма, устранение военного положения. Мы родились, и военное положение объявляется с первого дня рождения. И мы живем всю жизнь в военном положении. Тратив весь свой ресурс, сколько в войну тратится? 90% ресурсов государства тратится на фронт, на поддержание военной ситуации. На войну тратится. Вот когда вы прекращаете это военное положение, а войну нельзя закончить, можно так и прекратить, как и ремонт. Снятие военного режима – это возвращение силы, расслабление. И тут проявляется то, что всегда игнорировалось. Это воля просто жить. Это воля вашего духа. Это проявление вашей сущности через расслабленную структуру. Это истина, которая пробуждается здесь. И когда она пробуждается, то это не краткосрочная мотивация ума, насильствующего ума. А это то, что может работать всю жизнь. Это то топливо, которое никогда не заканчивается. И с ним я не могу вас познакомить никаким иным способом, кроме как предложить вам установить мирное время внутри себя. Кроме как предложить вам пойти сознательно в расслабление, кроме как отпустить хватку контроля и позволить жизни течь через вас. В самых сложных жизненных контекстах. И вот эта духовная воля – это то, что табуретка, на которую нужно счастье. Это то, что нужно реализовать. И это то, для проявления чего вы иногда оказываетесь один на один с какой-то жизненной ситуацией, о которой я говорил вначале. И это то, та школа взросления, которую Бог ждет от вас, и жизнь ждет от вас. И самый большой вопрос, который есть у жизни к вам, ради которого вы пришли, он именно происходит в этот конкретный момент времени. Вот, когда есть ворота, вратарь, футболист, и это серия пенальти. И все отходят в сторону, никто больше не может помочь. Вы один на один с вашим уроком жизненным, с контекстом жизни, где вам страшно, тяжело, неприятно, непонятно, как угодно. И больше нет никакой поддержки. И насилие ума над собой больше не работает. И все, что вы можете сделать в этой ситуации, это либо стоять и ждать, но это ничего не изменит, либо положиться на истину, которая есть здесь. И убить этого дракона, забить этот мяч с помощью этой истины. И это чистый выбор, это чистый опыт, ради которого мы все сюда пришли. Другого выбора и опыта нет. Мы все сюда пришли сразить чудище, которого мы боимся. И это сражение происходит в одиночку. Здесь нет помощников, бога, ангелов, высших сущностей, психологов, экстрасенсов, магов, никого. В самой важной, ключевой ситуации все отходят в сторону, для того, чтобы вы могли проявить, реализовать себя, истинного себя. И если вы совершаете этот выбор, проявить эту духовную волю, опереться на внутренний источник, выбрать ту истину о себе, о мире, о ситуации, которая не отсюда взята, а которая вот здесь рождена. Она может быть выражена в словах, но она резонирует с этим. И поступить, и сонастроиться согласно этой истине. То тогда вы решаете основную жизненную ситуацию. Вы переходите из мышления страха к мышлению Творца. Вы становитесь взрослым Творцом. И все совершено в этот самый момент. Все, ради чего вы пришли, реализовано именно здесь. Именно здесь. И вот этот фрагмент духовного пути, финальный, в каждом конкретном жизненном этапе, финальное сражение с чудищем происходит в одиночку. Финальное сражение с страхом происходит в одиночку. Финальное сражение с болезнью происходит в одиночку. Финальное сражение с тяжелой жизненной ситуацией происходит в одиночку, внутри себя. Только для того, чтобы вы сделали этот самый большой выбор, который Бог ждет от вас. Вы выбираете жить как взрослый творец. Вы готовы реализовать свою подданную сущность. Вы можете поверить и опереться на нее. Вы можете довериться истине, которая есть здесь. Вы можете взять этот меч истинный и сразить им чудовище. Или вы пока еще ждете. Но правда в том, что если вы оказались в жизненной ситуации, в которой вы чувствуете, что больше неоткуда ждать поддержки, это значит, что мир вас очень верит. И вы готовы. И это касается не только больших жизненных ситуаций, но даже самых маленьких выборов. Когда вы боитесь, когда вы тревожитесь. Вы опираетесь на старую концепцию о том, что вы можете что-то там вот как-то еще подготовиться, что-то куда-то убежать, накопить каких-то сил, и потом как-то вот оно само рассосется в вашей жизни. Или вы выбираете жить, полагаясь на это, и выбираете пройти просто через это, сквозь это. Просто потому, что для этого вы здесь, и просто потому, что вы доверяете этому источнику внутри себя. И я очень четко вижу вот эти два типа человеческого состояния человека. Все еще инфантильное состояние, в котором, ну и я пребывал, и пребываю иногда. Очень различаю это. Когда я еще жду. Когда я еще стою перед рукой жизни и жду. Поддержки, помощи, спасения. Как будто бы я слаб, а кто-то может мне помочь. И состояние Творца, который понимает, что сил достаточно. И он может в этой ситуации реализовать свою духовную боль. Ведь на самом деле все наши блоки, все наши ограничения, все наши страхи, все наши болезни, это просто информация. Ничто иное. Это просто стратегия мысли. Стратегия мыслить. Способ мыслить. Привычка. Там ничего не построено железобетонно. И духовная воля нужна для того, чтобы сделать иначе. Опираясь вот сюда вот, а не на концепции. И когда вы опираетесь сюда вот, и принимаете решения в своей жизни, исходя из вашего центра, то жизнь побеждает иллюзия, жизнь побеждает болезни, жизнь побеждает страхи. И вы понимаете, что вам на самом деле не нужно опираться ни на кого, что вам достаточно. Что вам достаточно. И мотивация сего собрания, она на самом деле только про одно. Про то, чтобы задать вопрос и себе, и вам. Есть ли у вас уже достаточно желания для того, чтобы начать жить как состоявшийся взрослый человек? Есть ли у вас смелость опираться вот сюда вот? Есть ли у вас смелость жить, понимая, где иллюзия и где реальность, и опираться на свою силу, которая обязательно придет, когда вы сможете на эту табуретку наконец-то сесть? И если это есть, то тогда отпадают любые вопросы. Вопросы по поводу того, что мне делать, как мне идти, куда, действовать или ждать мне чего-то в своей жизни. Как мне решить какую-то проблему, кто мне может помочь решить эту проблему? Потому что человек, который взял свою духовную волю, который научился на нее опираться, который реализует себя, а не ждет, он действует всегда. Ответствие такое, действовать всегда. Многие написали, что вопрос действовать или ждать самый важный для меня. Так вот, всегда действовать. Всегда действовать. Никогда не ждать. Потому что ожидание – это смерть, это не жизнь. А действия, которые идут от центра, это манифестация жизни. Но действовать, а не ждать, можно тогда, когда вы выбрасываете идеальность, когда вы выбрасываете претензии, когда наконец-таки ваш ребенок вырастает. Когда наконец-таки происходит вот эта алхимия вашего внутреннего содержания. Когда наконец-таки вы учитесь жить как самодостаточный творец. И тогда действия перестают быть чем-то сакральным. Потому что для ребенка, для сознания инфантильного, для него вот надо, если сделать, то только хорошо, идеально и правильно. Иначе я буду стоять перед жизнью, перед рекой жизни. Вот оно должно быть совсем хорошо, и только тогда я туда шагну. Но для человека, который познакомился с духовной волей, действия вообще не важны становятся. Потому что они понимают, что действия не творят ничего вообще никогда. Действия – это не творческий акт. Действия – это просто способ прожить. Действия – это просто способ наслаждаться жизнью. Отворите вы жизнь своим центром, своим намерением. Вы можете сделать это, вы можете сделать то, вы можете сделать пятое, вы можете сделать десятое. вы всегда получите один и тот же результат, тот, который здесь, тот, который здесь, вот это очень, приходят спрашивают, мне лучше поехать или остаться, как вот в этой ситуации, мне совершить это, мне совершить здесь или не совершить это действие, мне вот так или так, какая разница, какая разница, последствия всегда будут одни и те же, те, которые здесь, те, которые здесь, а действие это всего лишь способ прожить жизнь, это всего лишь шаги, но дорога всегда приведет вас туда, что вы здесь чувствуете, что вы здесь чувствуете, если вы живете, скажем так, в искаженном насильственном состоянии к себе и при этом не берете свою духовную волю, не опираетесь на истину о себе, то что бы вы ни сделали, вы получите искаженные результаты, искаженная реальность, вы всегда получите опыт страдания, то есть опыт, опыт крушения вашей идеальности по поводу того, как должны идти вещи, но если вы живете отсюда, то что бы вы отсюда ни делали, это всегда будет манифестация блага, и вы всегда будете получать благо, можно об этом побольше поговорить чуть-чуть попозже, но мне хочется, чтобы вы уловили и почувствовали вот эту идею, человек, который умеет, который повзрослел, он больше не стоит перед рукой жизни, он живет, он живет, человек, который отпустил идеальность, юношеский максимализм, романтизм, который отказался от претензий к жизни, он живет, он выбирает жить, он выбирает не ждать, что другой человек изменится, и он тогда будет с ним, а до этого он будет ждать, он выбирает не ждать, что у него не будет страхов, и только тогда он начнет реализовывать себя, он выбирает не ждать, что погода станет хорошей, и тогда он пойдет погулять, он выбирает не ждать, что, не знаю, что, 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 что вот Бог ему даст какое-то подтверждение, и жизнь ему даст какой-то знак, и тогда он наконец-таки поймет, что так можно, потому что ожидание это недовольство, это не та вибрация, которая соответствует вашему источнику, источник всегда течет, человек, который настроен на источник, всегда действует, и всегда получает благой результат, всегда получает благие последствия, человек, который раз сонастроен со своим источником, который еще пока живет из ума, что бы он ни сделал, и как бы правильно он ни сделал, он не получит удовлетворение, вот в этом конфликт, и духовная воля это всегда вот тот самый момент, вот просто вот тот самый момент выбора, ради которого вот, мне кажется, в этот момент, когда вот, вот как в момент пенальти все молчат, также мне кажется, что весь мир в судьбе каждого человека, вот когда человек встает один на один со своим страхом и своим ограничением, он оказывается в этой жизненной ситуации, когда вот есть что-то, это не обязательно один раз в жизни, это в разных контекстах бывает, но вот именно в этот момент, когда он больше уже не может бегать назад в свои там, за своими ходунками, и вот он встает один на один перед этим путем, и вот у него впереди страшно, мне кажется, в этот момент все ангелы такие, бог такой, ну бей же, да, и вот пробудется человек или нет, пробудется ли внутри него источник, или он побежит прокачиваться, в регрессию побежит, в расстановке, я ничего не имею против психологических инструментов, но вот в этот момент, ты пойдешь дальше, ты возьмешь истину, которая есть здесь, о том, что ты любим, нужен, ты готов, ты все это слышал, ты все это знаешь, ты знаешь, что в тебя достаточно сил, ты знаешь, что внутри тебя есть источник, который тебя любит, ты знаешь, что ни одно из чувств не дают тебе другие люди, ты сам их даешь себе, ты знаешь, что ты безгранично ценен, ты на это обопрешься, или ты будешь стоять и ждать подтверждений? ты возьмешь это как свою истину и сразишь это чудовище, которого ты боишься, или нет? И если ты это сделаешь, то это и есть пробуждение, это и есть просветление, это и есть взросление человека как творца. И вот ради этого момента все здесь, каждый из вас. Все остальное это школа, университет, это подготовительные курсы, психологи, тренинги, встречи вот такие, да. Но что будет с вами, когда вы выйдете вот туда вот за эту дверь и окажетесь один на один с миром? Я же не могу сделать так, и никто не может, чтобы внедрить внутрь вас то, что вы должны взять сами. Я не могу пройти за вас те моменты, которые должны быть пройдены вами. И единственный долг, который есть у человека, долг с большой буквы Д, это долг реализовать себя как взрослого творца, проявить свою духовную волю. Потому что после этого все качественно меняется. Это вводная информация, которой мне бы хотелось поделиться сегодня. Я решил сделать наши встречи в меньшей, скажем так, в иной пропорции, теперь вопросы и ответы больше, информации меньше. Просто потому что, а зачем, да. Все, когда оно в обсуждении, оно лучше ложится. Я видел, здесь были руки, давайте будем продолжать разговаривать в вопросе и ответе. Можно, если только громче говорить, потому что пока пишем только на... Конечно. Александр, такой вопрос. Ты говорил про Советский Союз, потому что он рухнул, и там была система такая губительная, насильственная сама по себе. Капитализм он такой же по своей сути? Как вы считаете? Какой же губительный, такой же насильственный? Капитализм... Вот смотри, в основе коммунизма лежит идея, да, и концепция, к которой человечество рано или поздно придет. Шеринговая экономика, вот эти все современные вещи, да, там, каршеринги, все. Равенство. Равенство, да. Человечество к этому придет, равный вклад в общее дело и так далее. Когда что-то навязывается сверху, как идея, как идеал, а не как внутреннее решение, когда идет унижение человеческой воли и человеческого творческого потенциала, это губительное. В том капитализме, который мы видим сейчас в мире, есть возможность для человека проявить свое творческое начало. То, что отрицалось для большей части населения в ситуации советского коммунистического строя, там, социалистического, да. Именно поэтому современный капитализм менее насильственная система, чем коммунизм. Ну, конечно, она далека от идеала. А есть такое мнение, что вот в русских сказках вот этот самый, вне гора, нечего твоего голова, это и есть, собственно, наша ментальная голова одна, физически и эмоционально, вот когда все три отрубились, но вот это в том-то идея, что и путешествие героя, и все это описывает вот этот процесс, да, даже вот книжка, помните, «Путешествие домой к району», я бы часто ее рекомендую. Вот в момент, когда он должен был сразить это чудовище, он остался один на один, и ему нужно было выбрать, он верит чудовищу или верит себе и тем истинам, которые у него вот здесь. Вот что он возьмет, да, сюда, что он проявит. И этот бой, который он должен сделать, не имея навыков сражения, что интересно, да, то есть у него нет навыков драться, но он должен убить. Все, вот здесь испытание дуальностью чистой воды, и здесь нет многомерного ответа, потому что это мы пришли в дуальный мир, и все многомерно, кроме этого фрагмента. Освобождение от невежества, взросление. Вот точно так же, когда ты, ну вот когда-то нужно убрать ходунки и лучше падать, но идти самому, да. Когда-то нужно снять памперсы, чтобы уже как бы, когда-то нужно снять детские штанишки, когда-то нужно отдать в секцию какую-нибудь. Вот эти трансформации, это всегда моменты выбора. И этот выбор совершается, ну либо здесь, либо здесь. И когда он совершается здесь, человек взрослеет. Совершать. Здорово. Идеализировать. Идеализировать, наделять качествами идеала, да. Идеализировать. Вот смотрите, действительно, жизнь не идеальна, но она совершенна. Если мы возьмем самое совершенное произведение искусства и посмотрим по мазкам, то там будет не идеально все, там будет намазано-перемазано, да. Даже та же Джаконда, там тысяча слоев, там не тысяча, но много слоев. Это будет, каждый мазок, он будет там кривоват, косоват, да. Видели, как художники рисуют? Этот Сальвадор Дали кидался кальмарами чернильными в холсты. Получился портрет Бетховена. Получилось красиво, очень красиво. Фигераси в музее в Испании съездите, посмотрите, как они здесь с собой будете. Безумно красиво, вот прям Бетховен. Ну он брал чернильного кальмара и запускал. Все. Это не идеально, но это совершенно, потому что это совершено и это волшебно. В итоге, вау. Вот то же самое и с нашей жизнью. Знаете, вот идеально не будет, но будет совершенно. Легко не будет, но будет интересно, да. Вот поэтому самое главное при взрослении, это отказаться от идеала, потому что идеал это смерть. Я всегда говорю, вот чучело это здорово, да. Вот если довести псевдоведическую концепцию до этого, то здесь просто как бы пристрели партнера, сделай из него чучело, вложи в него этот радиоустановку и пускай он говорит правильные вещи. Вот все. Ну то есть все. И умный дом подключи, чтобы борщ варился. Это вот эта чучелизация реальности. Типа все должно быть вот такое вот. Нет, пока что-то живое, оно никогда не идеально, никогда не завершено, но в каждый момент жизни совершенно. Вот, кстати, ты задумала Дали, а я всегда говорю про это, про Марию Каос. Она считается волшебной, темно. Если смотреть все это профессиональные, вот это, Голос ужасный, ужасный по теме другого. Поет на полке печаль ниже, на полке печаль всегда медленнее. Но как она это делает? Все равно не смирно, ей до сих пор освещают. Руслока лет нету, а все вот, как это нет. Ты послушай, как это пела Каос. Ну вот в том-то и дело. Понимаете, какая история? Что самое красивое, оно всегда не идеально. Потому что чувства рождаются, что такое чувства? Это жизнь. Жизнь рождается там, где есть куда течь. Там, где есть узор, там, где есть жизненность. Там, где есть идеальность, все, мы пришли. Самые красивые женщины, это женщины с асимметрией в лице, с какими-то особенностями. Вот если создать идеальное на компьютере лицо, то ни один мужчина не влюбится. Ничего не проснется. Никогда. Есть вот это. Поэтому самое страшное, что делают женщины, это берут идеальность, идут к ней и все больше отдаляются от жизненности. А чем больше они отдаляются от жизненности, а что такое жизненность? Это расслабленность. Это текучесть. Да и мужчины тоже, неважно. Чем больше ты уходишь от жизненности в пользу идеала, тем страшнее ты становишься. Да, у тебя там пластика на пластике, да? Там бицепсы, ну если это мужчина. Там не знаю, все симметрично, красиво, правильно, все подкорректировано. Но это страшно. Это не красиво. Это именно уродливо. Вот именно вот это. То есть может быть очень все красиво, но мертво. Жизни нет. Жизни нет. Жизни нет. И женщина сидит, а почему в меня никто не влюбляется? Она же делает это для того, чтобы чувствовать себя любимой в конечном итоге. Что же я делаю не так? И это все, это кольцо. Надо когда-то развернуть, надо когда-то вернуться к жизни. А для этого нужна та самая духовная воля, которую нужно проявить. Тот самый духовный выбор. Я опираюсь на то, что моя красота и мое ощущение любимости, мое ощущение красивости не зависят от каких-то внешних факторов. Я признаю это в себе как свое неотъемлемое право. Я вообще доверяю тому, что красота, естественность и любимость зашита в коде жизни, в самой жизни. И если я расслаблен и живу, то я становлюсь все более и более красивым. Ведь действительно, человек, который не спазмирован, он становится прекрасным. Почему у святых людей лица просто светятся от красоты? Они неправильные, но они светятся. Потому что жизнь выравнивает все сама. Вот нужно к ней вернуться. А нет ничего более растердествляющего с жизнью, чем претензия. Все, претензия, я вышел из потока жизни, я буду стоять. Я буду обижаться, я буду ждать, я буду ходить, когда же это все изменится. Я буду возмущаться, я буду звонить куда-то помощникам высшестоящие органы, чтобы что-то изменили. Я буду ходить к специалистам. Я не буду жить, пока это не станет идеальным. И это инфантильно. Опять, это неплохо, это инфантильно. И вот этот разворот к жизненности требует той самой духовной воли, пришло вот это, о которой я постоянно говорю сегодня. Духовная воля. Воля – опереться на истину внутри. Воля – реализовать истину внутри. Воля – жить поистине внутри, а не ждать, когда будет правильные условия для реализации истины внутри. Кто-то еще был тут? Сейчас, секунду. Слушай, у меня вопрос по поводу проявления воли в случаях и станическими этапами. Может быть, человек, как бы это вкручить? Супер. Прям то, что я хотел. То, что я хотел. Вот смотри. Паническая атака, вообще, как вид невроза, связаны с контролем. Это все истории про контроль, всегда. Про контроль ума, про вот эту насильственную волю ума. Как, что происходит с умом? Ум, я всегда рассказываю, что это моська. А я маленькая, но очень громко лающая. И в какой-то момент, когда вот она начинает лаять, а человек начинает ей подчиняться, типа, да-да-да-да, то она думает, значит, я сильна. Целого человека заставила что-то сделать. Ум – это контролирующая моська, которая приходит к тебе и говорит, соберись, у нас что-то происходит, у нас дом горит, мы горим, проблема. И человек что делает? Он подрывается и начинает бежать. Куда-то бежать. Туда, туда, туда. Туда бежать, туда метнуться, туда метнуться, куда еще. То есть, ее задача – спазмировать тебя. Испугать. Это физический спазм. В какой-то момент, в какой-то момент нервная система, она настолько устает от этих спазмов, что невроз превращается в панические атаки и так далее. Но вот это все невроз, когда приходит часть тебя, она тебе что-то говорит, и ты вместо того, чтобы посмотреть и спросить, а что, ты сразу же собираешься. То есть, автоматическая реакция стресса, спазма. И автоматически ты уходишь вне ресурс, потому что в спазмированном теле меньше энергии, меньше силы, метафорически больше темноты, меньше вариантов решения. В спазмированном человеке у него нет вариантов, нет ресурсности. Это два выбора – бежать, спасаться, драться и так далее. Вот эта моська с каждым твоим подчинением ей, она растет, растет, растет. Потому что она управляет тобой за счет того, что ты думаешь, что ей что-то, что тебе угрожает. То есть, она, скажем так, оттягивается на том, что ты чувствуешь себя не в безопасности в жизни, в разных контекстах, что что-то плохое может произойти. И тебе надо взять контроль, ты слишком расслабился, только соберись, расслабишься, потеряешься, расслабишься, уйдет, расслабишься это, расслабишься то, расслабишься воля, расслабишься, вот такие вот. Все это, да. И ты раз спазмировался, и каждый раз, когда ты спазмируешься, она говорит, а я помогу. Целого человека заставила бегать под свою дудку. И паническая атака – это уже крайняя стадия стресса нервной системы. Да, это крайняя, ну, не крайняя, конечно, стадия невроза, но это такая, развитый невроз. Что может сделать человек с помощью духовной воли? С помощью духовной воли он может сделать следующее. Он вспоминает о том, что он вообще целиком не обязан спазмироваться и напрягаться в тот момент, когда приходит тревожная моська. И поэтому, когда приходит моська, ты можешь, смотри, не игнорировать ее, не ругаться с ней, даже не смотреть на нее, а просто волевым усилием пойти в расслабление. Вот этим волевым усилием. Потому что ты знаешь, что когда ты расслаблена, у тебя больше ресурсов, у тебя больше вариантов реагирования, у тебя больше сил, и ты в большей безопасности, чем когда ты спазмирована. Ты на самом деле в этот момент куда сильнее и куда в большей безопасности, если ты расслаблена. Поэтому духовная воля здесь нужна для того, чтобы сказать, ага, тревожная мысль пришла. Расслабить сознание, расслабить тело. Это в твоей ответственности, ты управляешь нервной системой. Выдохнуть очень-очень медленно. Посмотреть на нее и сказать, ну, пойдем посмотрим. Не идти на поводу, не быть рабом части твоего сознания, которое генерирует тревогу. Только вот для этого нужна духовная воля. Ты бегаешь за ним, потому что ты боишься. Или есть у тебя идея о том, что ты в безопасности, что мир все-таки не несет страха и боли для тебя. А нет выбора. То есть если идти у нее на поводу, то все, это не жизнь. Это постоянная в любой момент времени спазм. В любой момент времени. Если ты понимаешь, что ты так жить не хочешь, то пробуждается духовная воля. Ты говоришь, нет, стоп, я иду в расслабление там, где мне было страшно. Я иду в расслабление там, где мне было тревожно. Когда ко мне приходит паника, я не бегу, чтобы меня спасли. Я своей духовной волей отправляю себя в расслабление. Перед этим, перед страхом. Потому что в расслаблении я буду более ресурсный, я буду более живой. Я буду более готовый. Все будет хорошо. И тогда, опять же, происходит алхимия. Человек выходит из панических атак, из неврозов, из чего угодно. Если он перед страхом, который к нему приходит, выбирает расслабиться. Вот он духовный выбор, который нужно сделать. Потому что он понимает, что есть два состояния, жизни. Жизнь и нежизнь. Вот нежизнь – это спазм. Мало вариантов выбора. Это беготня под тем, что говорит тебе твой ум. Это постоянный раб. Позвоночек позвонили – побежал. Причем рано или поздно эта моська так распускается, что он звонит просто постоянно. И люди же там панических атак вообще бывают из дома не могут выйти. Потому что все тревожно становится. Либо у тебя есть воля сказать – я тут хозяин. Я знаю, что есть что-то в жизни бывает, тревожные мысли. Но я сюда пришел, чтобы жить, а не чтобы сидеть в комнате обложенной подушками. И всего бояться. И просчитывать, как может быть страшно и плохо в своем уме. Я не пойду у тебя на поводу. Потому что ты распустилась. Ты правда распустилась? Ну как-то. Я справилась с этой моськой, когда поняла, что она даже не знает, что с нами будет следующим моментом. Конечно. Она только на основе старого. Все. И только опыт какой-то у нее, который уже ничего не понимает. И если ты проявляешь духовную волю, то жизнь показывает, что эта моська ошибалась. Сама жизнь. Потому что ты ее не убедишь. А жизнь и воля жить, несмотря на тревогу. Воля жить, несмотря на тревогу. Вот это духовная воля. Выбор жить. Как-то это командовать, а не знает ничего. Да. 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 Не стесняйся. Да. Я по химандизайну рефлектору. И вот в... 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 так дизайн эта концепция да ты это не только дизайн чтобы не говорили гиды по дизайну они тоже эволюционируют дизайн мало лет он еще только зарождается в зачаточном состоянии но но ты в своем уме никогда не поймешь ты берешь идеальную концепцию и говоришь как мне исходя из нее жить да никак да никак понимаешь вот в дизайне хорошая формулировка о том что тянет выбора у тебя действительно нет выбора ты не можешь не жить да если ты там где-то будешь инициировать против себя и против того чтобы убрать свой процесс какого-то ну я знаю рефлекторов которые совершали изменения вот так вот как генераторы не эмоциональные в момент не ожидая ничего и происходил или как манифестора да и все и это были удачные изменения потому что жизнь шире все всех любых концепций понимаешь дизайн хорошо астрология хорошо это хилинг хорошо мы жизнь шире и жизнь расширит смотрите меня было в прошлом это две формулировки да там что жизнь тебя расширит и прими свою вибрацию сейчас 3 жить-то будем жить-то будем жить-то будем и ничего страшного произойти не значит так должно быть потому что на самом деле любой исход лучше чем смерть вот эти физическая смерть это не страшно потому что ты всегда жив и душа твоя всегда жива но есть только одна смерть во вселенной многомерно это когда человек стоит перед рекой жизни и не заходят туда в претензии претензия это единственно смерть единственно это невроз то есть вот этом я пойду я вот каждый раз как только надо куда-то идеальности идеальности это смерть претензии смерти все конечно не способен ну вот предположим что способен да абсолютно нет ничего плохого я просто говоря о том что есть а скажем так есть реальное путешествие а есть скажем так то что его наполняет так вот прокачки все действия действия они идут после выбора и после намерений после проявления духовной воли это все нормально но они не могут заменить ее точно так же как хождение в школу не может тебе приносить деньги да пока ты вычисто потому что это пока процесс где ты ну как бы вот он пока еще виртуальный он пока еще не связан жизни я расставляю акценты я просто расставляются то есть есть позвоночник а есть мясо да вот действие это мясо до мышцы тело но держит тело костная структура костная структура духовной воли человек это источник а духовная воля человека вот они нельзя забывать потому что иначе мы получаем общество очень прокачанных но абсолютно беспомощно в духовном плане детей которые в 60 70 80 лет приходят и говорят игру жить то будем а не пережить то будем и среди нас не среди нас а в моей практике встречались такие люди здесь нету но это вот примерно такой диалог ну я-то хочу хорошего сделайте со мной что-нибудь это инфантильно жить будем нет 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 я все я вот контролирую всех а вот они видите ли как-то сделайте что-нибудь со мной или с ними жить то будем человек стоит разворачивается и уходит окей это был один раз но это это было очень показательно это было очень показательно потому что вот это вот инфантильная позиция претензии что с миром что-то не так со мной что-то не так сделайте что-нибудь это позиция человек который не взял свою силу только все он неплохой нехорошего просто не взял свою силу он просто не проявил то, ради чего он пришел. Он пришел ради вот этого. Реализации вот этого. Совершение вот этого. Ну, они не знаю. Их некогда. Это река жизни всегда течет, она всегда запущена. Мы просто можем в иллюзии стоять рядом с ней, держаться за какую-то корягу, чтобы нас не внесло, либо наконец-то отдаться потоку. Какая разница? Отпустите корягу. Вам не нужна коряга. Если это не золотая коряга, хотя даже если это золотая коряга, отпустите золотую корягу. Хватит. Да, некоторые люди, они инкрустируют свою корягу бриллиантами. Они говорят, вот эта коряга, это смысл моей жизни. Отпустите корягу. Пожалуйста. Потом приходит человек и отрубает эту корягу. Я думаю, куда это же моя коряга? Пока. Враг. Враг. Этот человек отрубил мою корягу. Смотрите, что не осталось. Такая была коряга. Я тут живу. Я тут живу. Я тут живу. А он... Мою коряга. Расширила жизнь. Да бог, ну врач. Человек, ты думаешь, что это враг. Человек, ты как помочь, ну... Да, живи. Живи. Что? И за что держаться не надо. И да, вот то. В первую очередь не надо держаться за свою тревогу. Во второй очередь не надо держаться за свой контроль, который является реакцией на тревогу. Ну что, который иллюзорен, а тревога бессмысленно, потому что это тоже из-за того, что было, а не из-за того, что будет. То есть это все иллюзия. Но мы всю свою сущность под иллюзию подгоняем. Вот это странно. Саша, я хочу сказать, что если происходит какое-то событие, где возникает тревога или какой-то негативный смех, то ты все равно можешь полностью в этот процесс войти, максимально его прожить, тогда уже опустим, вот так, то есть не отвергается. А у тебя нет, простите, у тебя нет выбора, да? То есть это вот как раз-таки то и есть. То есть есть река жизни. Река жизни – это не идеальность, это не порхание бабочек. Есть разные состояния. Все хорошо? Представьте погода, где только солнце. Все растения вымрут, все люди вымрут, все животные вымрут, воды нет, все, капец. Вот такого не бывает. Так же и в нашей психике, так же и в нашей жизни. Постоянно идет трансформация энергии, превращение. Все, у природы нет плохой погоды, у психики нет плохих состояний. Все уместно. Если есть позволение, если есть выбор жить, то ты живешь даже когда грустно, даже когда больно, даже когда жизнь приводит нас к потерям. Все равно выбираешь жить. Да, ты проживаешь то, что есть, ты не уклоняешься от этого опыта. Но даже внутри этого опыта ты выбираешь жить. Именно поэтому культуры, скажем так, ближе к исходному знанию, они, допустим, смерть близких празднуют, а не грустят. Потому что грусть это не жизнь. А праздник, то есть смерть, напоминание о торжестве жизни, о благе жизни, о даре жизни, о чуде жизни. И вот действительно, когда человек начинает жить вне идеальности, самый большой подарок, который есть. Правда, он начинает понимать, что жизнь это благо, это чудо, это кайф. Когда он перестает стоять перед этой рекой жизни и туда окунается, он понимает, что водичка-то теплая, течение-то приятное, плывется-то быстро, коряга-то мешает. Виды-то красивые, да, да, не контролируем. Но это чудо, это магия, это волшебно, это каждый раз новое, это свежее, это жизнь. Вот это самый большой дар, который у Бога есть для человека и у жизни есть для нас. Но для этого нужно отпустить идеальность и жить. Точно, потому что это сама жизнь, а не твои концепции. Потому что с тобой происходит только Бог. Все. То есть только то, что здесь. И по какому-то стечению обстоятельств это все выглядит совершенно. Только то, что сделано из ума, выглядит как-то как нагромождение непонятное. Да, все, что идет отсюда, это совершенно, даже когда ты не понимаешь, что происходит. Вот оно совершенно, да. Ты просто смотришь и вау, это же красиво, да. И поэтому, когда ко мне приходят люди на консультации, вот они рассказывают что-то о своей жизни. И я смотрю на это, я понимаю, что это так разнообразно и все так неидеально, но вау, вау. Вау, как это красиво, как это божественно. Как это далеко от моих представлений о том, как должно быть, и как из-за этого это здорово. И какие эти люди на самом деле боги. И как смешон я, когда я пытаюсь сказать жизни, какой она должна быть, или пытаюсь научить других, какой должна быть жизнь. Можем ли мы просыпаться каждое утро в хорошем состоянии? И если, например, просыпаешься в состоянии тревоги или в какой-то пристарке, это претензия к жизни или засказка воспринимается? Вы знаете, кого... Знаешь. Да, все знают. Что невозможно просыпаться каждое утро в таком состоянии, ой, сейчас перегорну весь мир, правда? Ну, редко такое бывает. Да, если ты каждый день, то это невроз. Мир устал вращаться. Я имею в виду, что если я просыпаюсь не в таком состоянии, что вот там прям хочется учиться творить, это же нормально? Конечно. Если ты просто просыпаешься... Это нормально, это нормально. Есть гипотеза, что чем больше ты слил с жизнью и у тебя меньше претензий, то это не значит, что у тебя будет всегда хорошее настроение, но всегда будет... Вот есть разница между плохим настроением, когда просто грустно, да, когда психика чистится, вот когда дождик идет, да, вот в атмосфере, и состоянием нежизненности, потому что даже когда дождик идет, и когда вот это состояние грустно, можно творить, писать, созидать, это тоже жизнь, да, а вот есть состояние нежизненности, депрессия, фрустрация, и вот это состояние, это когда идет претензия, ожидание, идеальность и непозволение себе жить, и спазм. И здесь нужно идти в расслабление духовной волей. То есть получается, что если ты посыпаешься, и тебе как бы пустота, да, ну просто чистая какая-то энергия, то ты выбираешь, украшивать ее в энергию претензий или в энергию сознания и радости. Да, да, да. Не обязательно, что если тебе, ты проснулась, и у тебя как бы как-то вот так непонятно, что если ты устранишь претензию, сразу станет хорошо, но сразу станет интересно, что называется, то есть сразу станет, как бы сразу энергия придет. Я всегда говорю о том, что критерий качественной сдачи, то есть устранения претензий к жизни, устранение вот этого насилия, вот этой насильственной воли, это прилив сил сразу, то есть сразу прилив сил. Сдался, получил энергию, сдался, получил энергию. Ну вот как бы ушел от сопротивления, ушел от претензий, ушел от идеальности, получил энергию сразу. Вот здесь вот этот инструмент работает. мы же вообще в мире живем в таком где все есть и стрессы и переживания да но проснулась ну да значит психика вот так и работает сейчас пошла в расслабление это то что с тобой сейчас на самом деле происходит да да значит это свидетельство того что идет накоплено подсознательное сопротивление накоплены подсознательные как бы спазмы и психика просто пытается таким образом чистится и это просто звоночек к тому чтобы в жизни важно не в идеалах не в концепциях не в тренингах не прокачка нигде в жизни просто в тех контекстах которые есть учиться идти в большую сонастроенной жизни в расслабленность позволять себе больше жить быть более расслабленной совершать действие исходя из правды из истины они из насилия ума где-то проще говоря мы себя загнать все то есть здесь не надо это копать глубоко живите смотрите где напрягаетесь где идете против себя где спазмируетесь и не идите за этим ну то есть все то есть да про это правда так то есть мы действительно там контроль еще не установился в момент пробуждения контроль каким все хорошо все хорошо да и идет вот это вот но воспринимаете плохие эмоции не как плохое а как процесс попытку освободиться реализоваться чему-то да это процесс лучше наблюдать жизнь чем чем как бы узнать концепцию час не делать наблюдайте вы все очень очень своеобразные очень разные рука чешется это все опять же интуитивно то есть в том числе и к питанию погромче можно ли что-то да нужно ли это все делать да своими силами да парадоксы не надо насиловать себя даже на тему того что я даю в первую очередь на тему то что я даю не надо насиловать себя вот пожалуйста просто это это оскорбление для для святости концепции концепции от отказа от концепции делать не делайте ничего не надо ничего делать наблюдайте же они не наблюдайте тоже тоже к этой ерунда сидите и наблюдайте вот этом вот это меня всегда про живите просто живите в каждый момент жизни когда вот смотрите это два состояния их очень легко почувствовать любая негативная эмоция любой страх любой спазм любую проблему все это состояние нежизненности а потом вы берете и спрашивать а нужно ли с этой нежизненностью что-то делать может быть мне сесть понаблюдать за этой нежизненностью может быть мне сходить на это это попытка ответить на нежизнь не жизнью игру живите прямо внутри этого просто живите и смотрите что получится ты встаешь утром тебя то есть на тревога ты идешь берешь турочку наливаешь то водичку кладешь то две ложечки кофе сахар по вкусу можно корицы помолоть кардамончик неплохо идет потом значит берешь плиту эти газовые то черкаешь спичкой вот поворачиваешь эту штуку поджигаешь держишь немножко эту ручку чтобы угадать вот потом ставишь турочку значит ждешь а можно сходить в душ вот возвращаешься вытираешь убил убегший кофе сплит и выливаешь то что осталось повторяешь по второму кругу достигаешь гармонии дышите нормально как говорят самолет а вот понимаешь я я не шучу я не шучу живи просто живи не пытаясь концептуализировать что происходит не пытаясь сидеть и наблюдать что происходит не пытаясь с этим что-то сделать жизнь это ответ на все но я хочу чтобы вы не концептуально это воспринимали а на уровне чувств любая проблема боль страдания фобия это спазм это закрытие это стопор это не жизнь это не движение это не течение это ограничение это ожидание это претензии это смерть это стоп вы чувствуете это как сжатие идите дальше этого просто живите в этом и жизнь восторжествует она пробьет все барьеры не 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 поддерживать это здание через 50 лет через него здание деревья прорастут и все разломают жизнь восторжествует на любых конструкциях даже на конструкции тревоги невроза спазма психического заболевания всего любые проблемы решаются просто позволением жизни жить но для этого нужна смелость жить вот это духовная воля доверие дам для доверия нужна смелость а для смелости нужна поле даже фантазия будущем бывает в настоящем моменте главное знать даже нас наслаждение прошлыми ситуациями в это настоящий момент и главное знать о прокачиваешься такая в моменте стоп это способ прожить жизнь но если есть возможность пойти на свидание или пойти на прокачку или пара и пойти к любимому человеку по или пойти фитнес-клубу подкачаться чтобы он понравится если вот есть выбор между вот этими процессами идите на свидание потому что иначе вы это не жизнь прокачки все любые это не жизнь если если вы делаете что-то чтобы начать жить это не жизнь если вы думаете что когда вас будет идеальное тело любимому мужчину будет всегда с вами никогда от вас не уйдет это не жизнь потому что вы эти мучить и себя и любимого человека если вместо чтобы быть с ним и любить его до если вы думаете о том что если у вас будут там мужчинам и женщинам если вы думаете о том что если вы будете идеально характер у вас будет правильно и вы вместо того чтобы проводить дома вечер с близким человеком идете на лекцию по тому какая должна быть правильная ведическая женщина это не жизнь это не жизнь можно если у вас свободный вечер пойти поучиться но если у вас есть выбор жители ниже и или или ждать и откладывать то простите жить то будем но она всегда в настоящем моменте где она ищет ее сейчас прям воспроизводишь нет нет и прямо сейчас я воспроизводишь ты ее более того фантазии и и воспоминания с рост творения в сейчас по мотивам конечно чего-то но это происходит сейчас ты никогда прошлое не вспоминаешь ты воссоздаешь его сейчас сейчас где были бы где было бы савиадар дали гауди не знаю да все если бы у них не было бы фантазии все прекрасное в этой мере создана не потому что здесь и сейчас а потому что есть синтез здесь и сейчас и вот творческого под из бесконечности на самом деле и здесь сейчас и в бесконечности когда ты в этом расслабляешься все становится хорошо но здесь сейчас ты концепция как бы скажем так и духовного тонуса типа вернись 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 если это помогает чувствовать жизненность это здорово если это мертвая концепция то это не здорово наверное больше ахажение настоящий не давать название даже смотреть на даже доску не говоришь что это доска и смотреть на цветок и розы и не давать название цветок и розы так вскровитель и создать моменты да я говорю псевдоведизм я добавляю теперь я стал коррект меня лично развивающие очень хорошо подкачивают я после этого бегу там 3 радость лучше свечу больше ходунки тоже помогают ходить ходунки тоже помогают ходить но когда ты опираешься на внутренний источник он тебя подкачивает понимаешь пока это работает и не входит в конфликт жизнью ходи более того даже я подкачиваюсь где-то в каких-то контекстах где я еще не взрослый и не самодостаточный более того если мне нужно будет не знаю приготовить какое-нибудь блюдо я пойду повару буду смотреть как он приготовит мне интересно прикольно учиться я говорю про те состояния когда это начинает вредить жизни а к сожалению нет наверное не наверное процент не такой конечно но обычно ко мне приходят просто потому что иначе проблема нет да ко мне приходят люди у которых есть уже конфликт между жизнью и не жизни и я подсвечиваю вот этот момент я подсвечиваю этот момент пока работает пускай ходунки в разных контекстах бывают нужны ну то есть что-то бывает подкачивать нам да почему нет я вот на массаж хожу чувствую себя после этого лучше нету нету претензий наблюдать если если это покажет живется сторону сторону ты просто из этого тоже вырастешь как и я вырасту из своих вещей все есть что-то вырастет а а это я к этому не отношусь я к этому не отношусь эта концепция не вкус не слышал так давайте про матрицу очень просто смотрите человек а человек структура многоплановая каждый раз когда мы что-то делаем хотим хотим желаем и вообще когда внутри нас ей происходит движение энергии она происходит на тонком плане каждый раз когда происходит движение на тонком плане формируется структура мы здесь реализуем в отличие от бога который наблюдает и потенциирует то есть бог находится в потенциальном состоянии мы в стане реализации матрица это просто совокупность творения мы ее создаем фактом своей жизни два человека имеющие похожие желания создают устойчивую более устойчиво энергетическую структуру чем желание одного человека мы все создаем энергетическую структуру любая энергетическая структура обладает способностью вовлекать неопределившиеся элементы поэтому если ты не знаешь какой плате ты хочешь то скажем так желание совокупные многих людей многих структур будут на тебя влиять это факт это элемент творчества вопрос где ты в этом есть два подхода либо терап матрица матрица создана какими-то существами которые пытаются заполучить нашу энергию и это абсолютно человеческая концепция которая основана на страхе да а есть концепция того что мы творцы да смотрите что резонируем если если мы творцы если мы творцы то у тебя есть безграничная власть над матрицей вопрос где ты себя собираешь где ты себя осознаешь этим занимается трансперсональная психология иногда введу такие семинары по по различным планам сознания и на самом деле вопрос где ты себя осознаешь с чем ты выбираешь ассоциироваться ты выбираешь ассоциироваться с собой которая подвержена матричного влияния ли ты выбираешь ассоциировать себя с режиссером этого спектакля на самом деле на самом деле ну может я я бы сказал так высшее я это не тот и нет и не матрица это не матрица дает режиссер на это не матрица матрица это творение наших низших я потому что матрица творится здесь если можно так формулировать да она тонкая вибрационная да это там она создание рождаются сущности и структуры но это то что мы делаем здесь и если ты идешь к своему центру к своему источнику ты находишься на над уровне и твои желания они отличны от желания красного платья потому что все хотят красных платья я не могу это объяснить никак иначе кроме как попробуйте наблюдаете и смотрите и критерий всегда один чем больше вы ощущаете ресурсности внутри себя внутри своего тела тем ближе вы к своей истинной природе чем больше вы бессильны и пытаетесь получить извне тем больше вы подвержены матрица все единство не единство не есть матрица единство не есть матрица а да 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 но когда мы говорим о структурах которые вовлекают нашу не оперившуюся свободную волю духовную которые управляют нами то это ходунки ходунки не есть родители ходунки не есть наше умение ходить ходунки не есть наши высшие возможно возможно как то происходит что делаешь вот соответственно вот из этой системы просто устранить и страх любой страх это не для вас выйдет просто из тему матрицы устранить страх да 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 на вот санта и делаешь при этом при этом новые конфигурации опыта новое все равно будет пребывать она будет пребывать не туда она будет пребывать из нашего выбора из контрастов здесь а вот давайте закончим на теме выбор есть или выбора нет я всегда говорю такую фразу вот выбор есть по ту сторону сдачи но нет по эту сторону сдачи сейчас поговорим вот пока мы находимся в спазмировано инфантильном состоянии у нас нет выбора у нас нету выбора пока мы руководствуемся насильственной волей ума пока мы зашиты вот в эту матрицу чужих ожиданий у нас нет выбора пока у нас есть стоит вообще вопрос о том что нужен ли нам выбор или нет но по ту сторону сдачи по ту сторону расслабления по ту сторону соединения с источником у нас появляется безграничный выбор только по парадоксу он нам становится не нужен вот он нам становится не нужен в этом плане человек безгранично потенциален в том как он может пойти и при этом он абсолютно определён в том плане что любое действие так или иначе все наши пути идут к богу все наши пути идут в одном направлении я склонен считать что у человека безграничная свобода воля просто когда он ее обретает она ему перестает быть нужна да нет никого вдоль и поперек этого мира ну что чем это будет резонировать может быть или вот где она эта воля на каком аспекте прилагается на каком преломлении она в общем уже вступает в зиму чтобы срезонировать чтобы созвучно гармонично быть с этим миром этот мир постоянно творится это не то в чем мы должны быть адаптированы это то в чем мы должны быть уча уча в том что в чем мы принимаем участие это кухня тут все что-то готовят резонировать с этой кухней надо только в том плане чтобы там не мешать другим готовить это единственное но здесь нету задачи играть заранее установленную мелодию здесь эта мелодия творится постоянно и каждый вносит свой вклад поэтому реально идея о том что мы должны руководствоваться волей мира она половинчатая она половинчатая судьба творится в каждый конкретный момент она в каждый конкретный момент творится сотворяется пересотворяется исходя из потенциалов внимания сознания намерений и конфигурации красоты этой игры не перед рождением они заключаются прямо сейчас всегда есть сейчас у бога нет перед или после все идет сейчас проявили духовную волю изменилось все фильм меняющий реальность помните потому что чем инфантильнее человечество тем легче очень просто пока человек управляется страхом пока человек управляется тревогой пока он в выживании я поэтому говорю что у него нет свободной воли пока он не сдался пока он не ушел от насильственной воли пока она его не пережала так чтобы он решил от не освободиться пока он не просветлил у него нет свободной воли и потенциалы все очень явственно видны древние астрологи всегда рассказывали могли предсказать что вот тебе в такой-то день в таком-то сражении и стрела попадет в правое плечо, и это происходило. Потому что выбора было очень мало. То есть то, что Бог все творил, а то, что ум все творил, все, что... Да, то есть квантовые потенциалы были более или менее понятны. То есть реальность была более устойчива. Чем больше человек берет свои силы творческие, тем более разнообразные становятся потенциалы. Это не значит, что мы все идем в одном направлении, все идут к Богу, все мелодии выражают красоту Бога, все картины выражают красоту Бога, все танцы выражают красоту Бога, но не все мелодии написаны, не все танцы станцованы, не все картины нарисованы. Помните об этом. И если человек приходит и говорит, я вот пришел в картинную галерею и буду рисовать только то, что уже нарисовано, чтобы быть как бы встроиться, нет, не все еще нарисовано, не вся красота еще выражена, не все еще проявлено. Да, именно поэтому у нас безграничная свобода воли по ту сторону сдачи, по ту сторону освобождения от ума. Но никакой свободы воли пока вот этот насильственный орган, вот эта моська нами руководит. И что такое воля? И что такое сознание? Как много вопросов. Я про не успеваю. Возможно, что ваше мышление, оно просто более динамично. Скорости не те просто. А скорости не те, потому что вопрос задать легко, ответить корректно, надо корректно ответить. Это слова. Воля, сознание, слова. Я сказал, что для меня духовная воля – это выбор смелости довериться. Три слова. Выбор смелости, выбор осмелиться довериться. Все, вот этому. Наперекор ожиданию нежизненности, боли, страданий и прочей ерунде, которую мы выдумали, которая является не жизнью, а иллюзией. Все выбрать группу. Да, да. Этому. В тот самый момент, когда это сделать кажется сложнее всего. Потому что ради этого у нас здесь. И это ключевая точка. За страхом там все пряники. Ага. Не, пряники никто не гарантирует. В том числе. Как все в астрологии. Как жить. Как жизнь. Это как жизнь. Ну что, последний вопрос. Давайте. Какой-нибудь. На затравке. Жить-то будем. Спасибо, что кто-то об этом спросил. Жить-то будем? Спасибо. Давайте жить. Ура. Все приходят за обнимашками, а у меня их есть. Помахай ручкой в камеру. Смотри. Добрый день. Нет, в руке головы. Смотри. Помахай. Не надо. Помахай. 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 Продолжение следует...